Продолжаем нашу экскурсию по Зеленодольскому заводу и отправляемся в цех титанового литья. Маску одеть? Не-не, для съемки не надо. А у вас есть это? ПЦРТ? QR-коды все. Есть все? Конечно. У меня тоже есть, ладно. Да, не будем пасаться. Я смотрю, вас веселые. А что, плакать что ли? Если плакать будем, тогда Америку не победим. А какие планы, да? А планы только одни. Вперед и с песнями. Значит, цех титанового литья был запущен в эксплуатацию в 68-м году. Первая плавка была в 68-м году на базе Министерства строительной промышленности. Вы откуда? С Питера? Мы, да. Хотели строить цех титанового литья в Питере, но на базе Красного Октября. Но руководство очень забоялось ответственности, потому что были очень срежатые сроки по стройке этого цеха. И большая ответственность. Постоянно вызывали на пленуми ЦК. Это сейчас, как сейчас к Путину вызывают на это. Вот сейчас и раньше тоже постоянно вызывали. Значит, вот здесь построили. В 68-м году плавка была. И, значит, отливки изготавливаются здесь развесом от 50 грамм до 2,5 тонн чернового веса. То есть уникальное производство. Производство это предназначено было то, что ходит над водой, там под водой и где-то там. Отливки изготовляются у нас в магнезит, в котель и точным литьем. Участок точного литья частичной модернизации вакуумного оборудования прошла. Цех титанового литья оснащен 8-ми вакуумными дуговыми электропечами. Пять из них предназначены для работы с жидким металлом. Их емкость около 200 килограмм. Вот из таких слитков получаются удивительные изделия из титана. Кроме этого, цех оснащен печами гарнисажевыми, электродуговыми, а также печами для прокалки материалов при 1200 градусах. Вот это вот модели, в эти модели формуют отливки, значит, вот смотрите, ну это тот же слепок получается. Вот это, это потом слепок, потом получается, значит, из нее форма делается и форма заливает титан. И получается отливки, мы посмотрим, какие отливки. Деревянные модели, сейчас мы перешли, вы пойдете еще на модельный участок, будем переходить на пластик. Он более долговечен, а сейчас пока на сосне работаем. Ну вот это самые крупные печь на сегодня в мире, это Нева-5, проект Прометеевский. Здесь два тигря, двухтигельная печь с емкостью по жидкому металлу 4 тонны. Вот здесь мы лили самую крупную отливку для Австралии, 4 тонны 200 слили. Здесь так это не надо. Вот кокельная оснастка, винты льем, значит, лопасти льем для сухогрузов и так далее и тому подобное. Для сухогрузов, то есть для кораблей. Большие винты, если заказывают титаны, мы льем. Пока на сегодня это самая крупнейшая печь. Она полностью модернизированная, значит, где-то миллионов 30. То есть миллионов 30 мы в нее вложили. И в Неву четвертую тоже вложили одна, тоже модернизированная вакуумная система. И здесь, значит, интерфейсы, компьютерная диагностика. По пути в цех аргонной сварки заглянули в несколько участков по обработке и подготовке литья. Снова отметили поразительный для производственного предприятия порядок и чистоту. Это участок аргонной сварки. Вот он модернизированный. Два года назад было это все. Это печи, установки новые, вакуумные. Вакуум, если плавить. А это вот новые оборудования. Сварочные кабины, все. То есть это все сделано, модернизировано. Сейчас все это нормально. Это как раз инструкция по плавке. Как должно быть, что плавится. Какие критерии оценки. Что должно быть недопустимо, непровары и так далее. Как плавится все. То есть вся технология, в принципе, расписана вот. Очень приятный и аккуратный цех. Не менее положительное впечатление произвел и его начальник. Который встретил нас и провел по всем самым важным участкам. И показал, и рассказал обо всех нюансах работы. Вообще, народ здесь очень дружелюбный и радостный. Чем обеспечивается такая позитивная атмосфера? Спросили у ген-директора Зеленодольского завода Александр Николаевич. Можете рассказать про завод, который вот сейчас, на сегодняшний день, что из себя представляет? Ну, конечно, у нас Зеленодольский судостроительный завод. Нам в прошлом году исполнилось 125 лет. Мы работаем как в военном судостроении, в гражданском судостроении. У нас есть свое машиностроение, у нас есть литье. При этом литье есть как черное, цветное. Есть титановое литье. Есть стальное литье. При этом мы не верфь. Мы сами изготавливаем насыщение. Сами изготавливаем палубное оборудование. Тем самым больше вовлекаем продукции в конечный пользователь, именно в корабль, либо в гражданское судо. Наш завод находится в городе Зеленодольский. Мы в 37 километрах от Казани, в центре России. Но нас это не пугает, потому что водоизмещение строящихся кораблей разное. В настоящий момент самый большой корабль, построенный на нашем заводе, водоизмещение 3100 тонн. Это для погранслужбы ДБО ФСБ России. Данные корабли переводятся по внутренним водным путям при помощи пантанирования. А на сегодняшний день какие заказы у завода? Мы выполняем заказы Министерства обороны. Проект 21631, 21980. Это серийные заказы. Проект 22160. Три машины сданы. Одна машина будет сдана в этом году. Проект 22800. Строим параллельные у нас и в Керчи. Ну и разные гражданские заказы, которые тоже нужны. Потому что мы выполняем указания президента Российской Федерации по диверсификации. А какой заказ наиболее значимый? Ну если брать не военное время, а сейчас вот современный. Ну вообще все заказы значимые. Потому что заказы это работа. Прежде всего. И заводчане в виде, что мы загружены заказами, они понимают, что у них есть будущее. У нас есть программа социальная. Мы строим жилье, выдаем жилье для работников завода, которые значимы для завода. По себестоимости, можно сказать. В долгосрочную аренду, либо на 10, либо на 15 лет, с ауэритентными платежами. Вообще любой заказ, он значимый. Мост, он тоже значимый. Мы, можно сказать, одно единственное предприятие в России, которое изготавливает и мостовые конструкции, при этом мостовые конструкции изготавливались в нашем регионе. Можно сказать, что все мосты были изготовлены. Мост через Сорочие горы, Вятка, мост через Казанку, Миллениум. Ну и сейчас эстакада в районе аэропорта. Сейчас работаем межрегиональное строительство. Это Мария Автодор. А какой заказ, если рассматривать, ближайшие 5 лет, какой бы вы хотели получить заказ? Там, допустим, Карбаловы сейчас все строят активно. Не рассматривали? Вообще рассматривали. У нас, я уже говорил, что есть проблема с проводкой по внутренним водным путям. Карбалов, он сам по себе хороший корабль. Он довольно-таки насыщенный. Но в большинстве своем у него большая осадка. Осадка там чуть ли не от 5,5 метров начинается. Ну а те, ну их выгоднее строить, где они будут работать, рабочие. По сравнению с прошлыми годами, это наибольшая загрузка? Нет. Нет? Когда был пик? Ну если не брать еще раз, военное время. Ну, наверное, в 2013-2015 годы. Там действительно была загрузка. Там была хорошая серия 21.631, 21.980. Там, это самая большая серия в Российской Федерации. Самая большая серия в Российской Федерации по суду строя в настоящий момент. Это можно говорить, ну... Это военные, да, наверное? Да. Уставшие и довольные, мы уже шли к проходной. Но по пути наше внимание привлекли необычные изделия, скульптуры у одного из зданий. Оказалось, это цех, где изготавливают формы для литья. Нюансами своей работы поделилась старший мастер модельного участка Наталья Ивановна. Конструктор нарисовал. Технологи нарисовали свою технологию и передали нам. Мы берем этот документ и начинаем уже свою работу. То есть мы вычерчиваем вот на таком листе фанеры масштабе один к одному. Чтобы модельчик мог понять, что из себя представляет. Чтобы получить, я вам сейчас покажу то, что получилось. Вот это конкретно какая модель? Это улитка. Да, конкретно она у меня сейчас на участке. Я вам ее покажу. Конечный результат. Пасло. По инструкции 1,7% влажности. Мы у нас влагомеры. Мы проверяем, когда у нас приходит, уступает нам лес. Мы проверяем, если он повышенная влажность, мы обратно отправляем. Это фанера. Нет, это фанера. А изготавливается модельная оснастка у нас из сосны. Получившую форму для литья вынимает из стержня у ящика. Формы изготавливаются из самых разных материалов. Титан, цветной металл, сталь. Сейчас полностью перейдем на 3D-моделирование. Вот это вот будет изготавливаться на трехкоординатном станке. Это вот на пятикоординатном станке будет изготавливаться. Когда мы перейдем... Сейчас, потому что у нас 3D-моделирование, обучение идет. Когда обучатся, тогда мы уже будем полностью на станках. Пока мы вот эту заготовку обрабатывали на фрезерном станке. Такие станки, современные станки стоят. Спасибо нашему руководству. Я уже постоянно говорю. Спасибо нашему руководству за такие станки. Современные, мощные такие. И то, что мы сейчас будем работать на таких станках, это предел мечтания, мне кажется. А что у вас здесь было до этого, на этом месте? На этом месте ничего не было. Здесь просто стоял этот, как ее... Сверлили на один станок стоял, и все. И плита разметочная стояла. Все. Вы ждали станок? Мы ждали, у нас была планировка, мы готовились, да. Но потом что-то вот такое вот так пошло, что нам как бы сказали, что пока подождете, все. И потом внезапно вот так это как бы нам говорят, мы вам везем станки и будем устанавливать. Я говорю, ну не может быть такого. Нет, везем станки и будем устанавливать. Привезли, и 1 января мы открываем мой участок уже с такими станками. И вот прошло у нас буквально полгода, мы уже на этих станках работаем, мы ведь работаем на этих станках. Ну видите, вот какие мы делаем заготовки, здесь вот ребята. И ничего, проблем нет никаких. Вот как бы мы думали, как же мы будем осваивать такие станки? Оказывается, проблем-то вообще нет никаких. На память специально для Корабел.ру изготовили и вручили памятную табличку от мастеров Зеленодольского завода. Спасибо им огромное, мы ее повесили у себя в офисе. Люди мои дорогие, подводя итоги нашей экскурсии по заводу, я официально заявляю, что это самый чистый завод судостроительный, на котором я была в России. Мы видели с вами и цеха, мы посмотрели на чайку на СПГ, поговорили с директором. Честно о судостроении, Корабел.ру мы делаем новости, а выводы делайте сами. Ваша Виктория Корабеловна. Производство произвело на нас большое впечатление. Организация цехов, дружелюбные и вовлеченные сотрудники, уникальные проекты. Здесь действительно обеспечены все условия для комфортной работы, что способствует реализации самых масштабных проектов. Благодарим Зеленодольский завод имени Горького за гостеприимство. Желаем успехов и процветания, и надеемся вернуться сюда еще не раз. Мы покидаем Татарстан и отправляемся на новые судостроительные и судоремонтные заводы России. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ваша Виктория Корабеловна.